Десять месяцев войны. Роман Дениса Кривошеева. Аудиоверсия. Золотая физкультурная мясорубка. Аннотация. Вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой. С Тамаркиной силой темною. С проклятой алгеброй. С мутьяна. Благородная идет война. Народная с алгеброй война. Мало кто знал тогда, что Тамара Алексеевна была урожденной католичкой. Родители ее были родом из Польши. Ей крупно доставалось от сверстников в детском саду и университете за ее веру. Ее заставляли голые выходить на мороз зимой и обливаться холодной водой. Постоянно ставили на горох в углу темной и сырой комнаты Куйбышевского барака, который был построен во время Великой Отечественной войны для рабочих заводов, которые были перейти из Москвы в Куйбышев. Именно тогда Тамара Алексеевна увлеклась алгеброй. Когда она стояла в углу, считала цифры, складывала и умножала, чтобы сказать время. Она превратила алгебру из простой науки в фанатичное учение. Возненавидела Самару. Ей хотелось обратно в Польшу, где ее хорошо понимали. Но мать наставила на том, чтобы она воспитывала подрастающее поколение. Ибо если ты хорошо знаешь какой-либо предмет, будь то математику или скажем английский, это отлично. Но если ты заставила искать корни уравнений кого-то другого, то значит этот кто-то нашел с тобой общий математический язык. И ты его сможешь подчинить своей воле и своим мыслям. А в масштабах работы учительницы это сотни учеников, готовых ради сложения и вычитания, ради поиска ответа на примеры на все, в том числе и на смерть, что произошло в школе номер 170. Гриша Лиланов рос с бабушкой. Его родители попали в автокатастрофу, когда в машине, в которой он ехал, откатали тормоза, прямо на дорожном перекрестке под Сызранью. Машинист успел затормозить, но гигантские цесценно соврались с петель, и одна попала точно в лобовое стекло их машины. Гриша находился на заднем сиденье. Ехали они от знакомой учительницы математики. С тех пор он возненавидел данный предмет, ведь если бы не математика, его родители остались бы живы. Бабушка не смогла справиться с его бурным нравом и отправила его в кадетское училище, которое находилось рядом со школой. Кадеты учились наряду с нами, но всегда отличались вольным характером, как настоящие казаки. Именно поэтому на призыв Гриша собраться на митинг протестов с целовой, откликнулось большинство кадетов. Их руководство было откровенно все за учительский джихад. Потому что директор заигрывал с ними, и они хотели подмять под себя школу и выгнать нас. Такой шанс им предоставила Тамара. Климов Александр Викторович и Атаман Гусев помогли вскрыть Тамаре склады с оружием. Они-то и были руководством кадетов. Александр Викторович помог учителям школы номера 170, а владец оружием и рукопашным боем в совершенстве, как раз во время карантина. Теперь понятно, зачем директор объявил его. За это время Александр Викторович потянул их боевую подготовку на высокий уровень. Атаман Гусев надавил на директора школы, и тот с позором бежал из своей родной школы. К тому времени, когда призыв Гриша собраться на митинг протеста был окончательно слышен во всех школах Самары, простых кадетов так достало их руководство строевой, что они, вопреки запрету и угрозе физические расправы, шли добровольно записываться в нашу конфедерацию учеников. И стали одним из самых боеспособных ее заступников. Поначалу Тамара не хотела больше убивать учеников своей школы. Преподавательство было брало над ней вверх. Она желала обучать алгебре, а не воевать. Виталий Клыгин ее достал, потому что он единственный был, кто сидел на первой парте и не понимал ее предмет. Двоечники, такие как я, обычно сидели на задних партах. Переговорив с Александром Викторовичем, от ее стремлений учить не осталось и следа. Кадеты предали его по кадетским обычаям. Наказание могло быть за этот проступок только одно. Это смерть. Мы укрепляли столовую как смогли. Это было единственное место во всем районе, которое мы контролировали. Видя сколько народу собралось в столовой, учитель физкультуры Низамов Ренат Николаевич вышел из Тамарейха и просигнул нам на верность. Спортзал плюс столовая была в нашем распоряжении. Их назвали «Столовая крепость». Видя все это из своего кабинета, Тамара Алексеевна понимала, что может потерять власть, так как сегодня физрук переметнулся, а послезавтра другие учителя от ее переметнутся и от ее учительского джихада ничего не останется. Она раз и навсегда отмела в вариант мира и пошла на войну. Чтобы истребить двоечников и всех тех, кто им помогал в ночь на 9 ноября 2009 года, она приказала сравнять столовую бульдозером. Бульдозер смог только пробить первые колонны в столовой, как получил по полной из гранатомета. Да. У нас было тоже оружие к тому времени. Его раздал Влад Красиков. У него родители служили в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Российской Федерации. И он знал, где оружие найти. С тыла, со стороны лестницы, ведущей на второй этаж и кабинета труда, наступая у челя, первый свой бой я принял около умывальников и зарубил штык-ножом учительницу биологии Елену Станиславовну. Александр Викторович позвал сочинского полигона пехоту. Нас взяли в кольцо. Десятки бронетранспортеров со стороны улиц Авроры двинулись на нас. Они пробили стену в столовой со стороны кулинарки. Владу Красикову удалось подбить несколько бронетранспортеров. Он был настоящим нашим неформальным лидером и призвал отступать. И приказал отступать в фурзал. Сам же остался и побил еще несколько танков, которые рвались в столовую. Пока его не накрыли минометом. Крыша столовой была пробита. В торгово-развлекательном комплексе Авроре находился артиллерийский полиции врага, который точно били по нам. Мы отстреливались чем угодно. Табуреткой, учебником и прочими вещами. Через запасной выход в спортзале там подошла помощь со стороны Кировского района. Тамара наступала со стороны столовой и улицы энтузиастов. Силы оказались равны. Трупами учеников заполнился спортзал. Я обронял ворота с левой стороны. Тогда Тамара и Александр Викторович поняли, что победить учеников могут только сами ученики. И они послали в бой Андрея Ермакова, Андрея Корчагина и Данила Куруганова командовать рощинской пехотой Александру Викторовичу Александр Викторович с этой пехотой был знаком еще по временам своей молодости в армии. Андрей Ермаков сразу проник в левый фланг нашей обороны. Кулачагин наступал по центру и овладел укреплениями в центральном круге спортзала. Круг Курганов бил нас слева. Их успех был обусловлен тем, что они хорошо знали нас, конфедерацию учеников и наши методы борьбы, поскольку сами были учениками. В минуту затишья я крикнул «Сколько Тамара платит за предательство?» Курганов ответил мне «Ты ничего не понимаешь! Это алгебра, а не свобода!» Уже мне обещали красный диплом и поступить в любой вуз страны, в который я захочу. Тут я выстрелил в потолок и крыша спортзала пробила арматуру, на которой она находилась. И та пробила Курганову мозг. Курганов и Ермаков Корчагину пробила мозг. Курганову и Ермаков сумели отскочить и остались в живых. Мы отходили из спортзала, где впервые дали равный бой противнику. Дата 9 ноября 2009 года навсегда была вписана в историю как начало самой великой и ужасной войны в истории 21 века. Общей школьной войны в Самаре. Тамара Алексеевна полностью подчинила себе школу, где уже не шли занятия, впрочем, как и по всей Самаре. Трупы учеников Тамарейх закапывал в двух детских садах, располагающемся, прилегающих к школе, чтобы подрастающее поколение раз и навсегда поняла, что противостоять Тамаре бесполезно за директора школы, прошу прощения, Рената Николаевича, не самого Рената Николаевича, решили повесить на баскетбольной площадке, чтобы другим неповадно было конец второй серии. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ